ВИЧ И как это влияет на наш иммунитет Здесь мы должны ответить на такие вопросы Каждый сам для себя Вообще, как мы сопротивляемся инфекциям Что это такое Во-вторых, как этот вирус атакует нашу иммунную систему Ну и третий вопрос Что получается в результате этой атаки Вот сейчас, вот в этом Часе мы должны рассмотреть Ответ на эти три вопроса Итак, как наш организм сопротивляется инфекциям У нас есть наш врожденный иммунитет С которым мы рождаемся У нас есть внешняя защита от всевозможных вирусов От бактерий Это наша кожа Наши различные выделения Слизь, энзимы в слезах Лесничные эпители В трахеях, в носу Выделение сальных желез Это то, что нам Бог Создатель вложил в наш организм То, что защищает нас от внешних атак Вирусов и бактерий И наша внутренняя защита Которая внутри также Различные идут выделения Энзимы и кислоты в желудке Слизи, кишечные бактерии Сейчас, вы знаете, рекламу показывают Питаем ли мы эти бактерии или не питаем Ну вот, надо их питать Клетки, которые поглощают и убивают Этих вот чужаков, которые проникают в наш организм И у врожденного иммунитета нет памяти Видите, память в кавычках То есть, скажем, попадает какой-то микроб Его победили И все И все В следующий раз микроб попадает Иммунитета против этого вируса не сохраняется Или этой бактерии Этой бактерии То есть, если она попадает Надо организму опять определить Что это за бактерия Что это за вирус Что это за болезнь Начинать вырабатывать тактику действий Против этой болезни И тогда уже с ней бороться То есть, все начинается опять с нуля А вот адаптивный иммунитет Это иммунитет, который развивается В ходе ответа на инфекции Или вакцинации То есть, тут уже есть такая память То есть, если была, скажем, ветряная оспа Уже потом организм четко Помнит Помнит Как он с ней боролся И уже эта ветряная оспа Человек больше никогда не заболеет Потому что, как только попадает Эта инфекция Она тут же практически исчезает В организме И тут же организм борется То есть, уже не нужно болеть Еще раз этой болезнью Чтобы организм научился с ней бороться Вот очень важно помнить, что те клетки Которые отвечают за память Называются лимфоцитами То есть, вот именно в лимфоцитах Сохраняется память Как бороться с той или другой болезнью Ага, вопрос Ну, вот врожденный иммунитет Это у детей, правильно? И у нас тоже есть врожденный Есть он, да То есть, который мы рождаемся Ну, вот у ребенка в каком-то возрасте Болеет ветрянка кто-то То есть, эта болезнь болеет только один раз После нее, как бы Да Вот, ну, а как вот Это не врожденный Вот это уже будет Приобретенный Или адаптивный То есть, попал инфекции ветрянки Организм начинает вырабатывать тактику действий С этой болезнью И лимфоциты запоминают эту тактику И потом, когда опять Эти антитела сохраняются Попадает, уже человек не болеет Этот вирус сразу не читает Это приобретенный То есть, ребенок не рождается с ветрянкой Ну, понятно Или с вирусом против ветрянки Просто я имею в виду С какого возраста начинает действовать Адаптивный иммунитет А с самого рождения Он начинает действовать Тогда, когда ввели, скажем Вакцину какую-нибудь Вакцину Или когда человек переболел Ну, вот Уже в роддоме Ребенку делают прививки Это что делают? Это делают адаптивный иммунитет Но еще называют Приобретенный иммунитет Вот как бы Два вот Таких термина Либо адаптивный Либо приобретенный То есть, вот Может быть, возникает такая проблема В том, что Что такое врожденный иммунитет Это не то, что Иммунитет, который У нас заложен С которым мы начинаем Там вот Вот эти клетки Вырабатывают Эту тактику Нет Это просто Определенная Работа нашего организма Ну, желудочный сок Он всегда вырабатывается И это определенный иммунитет Допустим, попадает Какая-то бактерия в желудок Кислота его там разъедает Это тоже наш иммунитет Но В следующий раз В следующий раз Опять это попадет Придется опять кислоте Его разведать То есть, он не может Так вот Он не приобретенный Он врожденный Понятно Итак, идем дальше Значит, это сопротивляемость инфекции Что такое лимфоциты? То есть, вот те лимфоциты Которые, будем так говорить Борются с инфекциями Которые попадают к нам Да? Т-лимфоциты Их еще называют хелперы То есть, мы специально вам сейчас Даем все-все-все названия Потому что Или клетки-помощники Читать литературу Они по-разному называются Они являются как дирижерами оркестра Тут написано Равно дирижера оркестра Еще их называют CD4 Вот посмотрите, видите? То есть, в научной литературе Называются То есть, много названий Хелперы, помощники CD4 Телимфоциты Но это все одно и то же Вот Чтобы вы, так сказать Вот в этих терминах Разбирались Разбирались Потому что, понимаете Когда человек к вам придет Он-то в них разбирается И если вы будете говорить А что это такое? А это чем я? А вот у меня CD4 осталось только-то А это что такое? Узнаете вообще, про что идет речь Об этом надо знать То есть, вот клетки Которые отвечают за память Как бороться с вирусом С болезнью, с инфекцией Называются CD4 Или Телимфоциты Или Хелперы Вот три названия И задача таких клеток Стимулировать Вот эти Б-клетки Такие вот есть Чтобы там производились антитела То есть, вот эта Т-клетка Она определяет Какая болезнь попала в организм И дает команду В-клетке С ней бороться Производить антитела Какие антитела производить надо Потому что они Каждая клетка отвечает За какую-то свою инфекцию Допустим, за грипп отвечает Вот эта клетка И он именно ей говорит Ты начинай с ней бороться Потому что если он скажет Клетка, которая отвечает Допустим, за кори Бороться с гриппом Не победит, правильно? То есть, каждая клетка Отвечает за какую-то свою инфекцию Мы как бы упрощаем Вот эту вещь Да, чтобы вы знали Что вот эти Т-лимфоциты Это как дирижер Который вот указывает Другим клеткам Теперь ты вырабатывай Потому что у нас вот этот вирус попал А теперь ты вырабатывай Потому что вот эта болезнь Начинает развиваться Понимаете, да? Что вы как бы представляете себе Работу вот иммунной системы Вот как у нас иммунитет работает Что происходит дальше? Вот эти вот лимфоциты Дают команду Вот эти Т-клетки Точнее, с самого начала начнем Есть Т-клетки И начинает вирус ее атаковать Вот попадает этот вирус В организм Атакуют Т-клетки Т-клетка Определяет этот вирус И дает команду Вот этим В-клеткам Вырабатывать антитела И они вырабатывают эти антитела Эти химические вещества Которые атакуют вирус Все И тут видите в скобочках ВИЧ Мы имеем в виду Что вообще все вирусы В принципе они дают команду На любой вирус Ну, ВИЧ в том числе, да? CD4 клетки Это лимфоциты И другие кровяные клетки А также частицы организма Которые имеют рецепторы-приемники CD4 То есть Как происходит определение вируса Пока вирус не соединится С клеткой CD4 Он ее не определит Он ее на расстоянии Не может узнать То есть, лимфоцит не определяет Лимфоцит не определяет вирус Какой это вирус? Какого вида? Какого типа? Это грипп? Или ВИЧ? Или гонорея? Или понос? Диарея, да? То есть вирус присоединяется к этой клетке И уже тогда этот Начинает работать Вот Этих вот CD Очень много Вот Каждый там идет под своим номером Там у них есть такие рецепторы-приемники Вы знаете, там все это очень сложно Вам все покажем в мультике Вот все увидите вообще сами Вот То есть, что вы так представляли Что вы там увидите Итак, теперь давайте посмотрим Что это такое ВИЧ Вот из чего ВИЧ состоит? Схема строения ВИЧ вообще Вот помните тот круглый шарик Который был на первой самой фотографии Он состоит из Таких вот Самое главное РНК У него существует РИБО Нуклеиновая кислота То есть часть Этого вируса Генетического кода И самые главные Три составляющих Вот посмотрите Они вот здесь справа написаны Протеаза Интеграза И обратная транскриптаза В общем, очень сложные слова Знаете, я в них разобралась Благодаря английскому Вот я вам сейчас это все расскажу Как это по-английски звучит Как это переводится Все сложно Не сложно Вот что такое Интеграза Начинаем с этого Интегра Это интер Это та составляющая вируса Которая помогает ему Проникать Вовнутрь Да? Вот эта вот штучка вируса Она помогает ему внедряться Дальше Что такое обратная транскриптаза? Транскриптаза Это та часть Которая Размножает Делает копии Почему обратная? По идее Должны быть копии чего? По идее Должны быть копии Ну, будем так говорить Ну, должна быть Правильная копия Нормальная Нормальная клетка А обратная транскриптаза Делает неверные копии То есть, по идее, CD4 как должна работать? Она CD4 должна делать копию саму себя. Воспроизводить себя нормально. А эта обратная транскриптаза как работает? CD4 начинает производить вирусы. Почему называется обратная? Понимаете, что вы поняли? Может копия неверная. Потому что клетка, которая должна производить саму себя, начинает производить примерно так, как если человек начал рождать, например, собак. Вот примерно то же самое делает эта обратная транскриптаза. То есть происходит вообще совершенно непонятная ситуация. Почему она так называется? Ну и что такое протеаза? Протеаза. ПРО – это размножение, такие прототипы какие-то во множественном числе, эта штучка начинает их множить. То есть вещь, которая отвечает за размножение этого вируса. То есть когда вы будете смотреть мультик, там вот эти все вещи увидите, вы уже как бы знаете, ну вы уже будете видеть. Ага, вот это вот протеаза, потому что она множит. Вот это транскриптаза, потому что она производит не то, что надо. А это интеграза, та, которая на вход работает, да? Ну, кроме того, вот есть вот эти вот розовенькие по кругу, это рецепторы, которые присоединяются к лимфоциту. Это вы тоже увидите, все там замечательно, да. Ну, мембрана, оболочка, капсула, в которой находят вот эти четыре главных составляющих. Но самое главное, что нужно знать, что вирус состоит вот из этой цепочки РНК, протеаза, интеграза и обратная транскриптаза. Вот это самое главное составляющие, которые и влияют на работу организма человека. И что делает вирус? Как получается так, что CD4 вдруг начинает вирус вырабатывать? Вирус, вот это РНК, встраивает в геном человека. Просто вот берется и встраивается. И вы увидите, как это происходит. Открыто уже два типа вируса. То есть, если человек болен вирусом, ВИЧ, а другой, допустим, его супруг тоже болен ВИЧ, это не значит, что он заражен ВИЧ, носителем является. Это не значит, что он у них один и тот же. Вы знаете, очень часто говорят, нам терять нечего. Я ВИЧ-инфицированный, и супруг ВИЧ-инфицированный. Зачем нам презервативы? Вы должны понимать, что у ВИЧ сейчас масса разных типов. Кроме того, смотрите, есть много подтипов. У вируса А первого типа есть подтипы от А до К. И у ВИЧ-2 тоже есть, возможно, и подтипы. Там масса их. И представляете, если у вас, скажем, один вирус, а рядом с вами живет ВИЧ-инфицированный, у него другой вирус, и вирус на вирус накладывается, там получается вообще, ну, мягко говоря, очень серьезная смесь, которая действительно потом, ну, очень пагубно отражается на течении болезни. Поэтому это тоже нужно донести. Друг другу поедет? Нет, как раз не происходит. Они друг другу, наоборот, они мешают потом проведению терапии. Потому что терапия, скажем, делается... Которая действует на 1, допустим, Б1. Она уже не действует на Б2. И там происходит конфликт. То есть вот это, как бы, тоже нужно понимать. То есть вот это, то есть всячески призывает людей, делайте все, чтобы вот, как бы, вот себя защитить. То есть профилактика должна быть в этом плане тоже. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Продолжение следует...